Вот. Совместная игра. Играем мы с Крисом вместе. Крис, поприветствуй, народ. А, еще и... Всем привет. Всем привет. Еще и вебку забыла. Все забыла? Такая села, вебка, микрофон. Кому оно надо? Зачем оно надо? Так, привет, ты подошел? Значит, играем до четырех. Вот. Давайте посмотрим, что нам скажут синоптики. Завтра у нас будет... Короче, как в следующий раз будет дождь, надо отнести лейку, проапгрейдить. Духи слегка возмущены. Сегодня у нас 19-е число. У Диметруса день рождения. Также у нас созрел мед. Пойду-ка проверю деревья и эту самую. А давай это в игре сидеть дома. Точно, давайте в игре сидеть дома. Напомни про мультистрим. Вспомнил про другую фишку твитчат и в курсе, что теперь в мобильном приложении тоже заработали опросы через чатик. Не, не в курсе, мы же не тестим эту штуку, да? Можно будет как-то попробовать через чатик уже, в смысле, через опросник. Мы просто закончили на том, что потеряли сознание. Ты потерял сознание? А я взяла кучу калиток вместо... Вместо этих самых, вместо запора. Так, птички. Что вы тут едите? Давайте с ними поздороваемся. У нас Яшка, Пашка, Бланка и Пеструшка. Вот вам жратвенечка. Их, конечно, можно выпустить, но... А я, по-моему, все дерево потратила. Да, мне надо купить дерево у Робин. То я такая, молодец, сделала 150 калиток. Не, ну калитки дело полезное. Насколько я помню, я хотел пойти и пробрести дверь куда? Да. Хорошо, значит, я сегодня поливаю, завтра... Нам пишут. Тебе повезло, что я наткнулся на тебя вчера ночью, я тебя нашел без сознания. Кто-то рылся у тебя в карманах и не знаю, сколько денег у тебя вкарали, так что подошел, будь осторожнее. Янь? А, и Яна тоже, наверное, да. Точно и Яса теряла, да. Блин, точно, я тоже. Я такая же. Короче, две клубники в этом самом. В зеленом сундуке еще одна клубника для Диметруса. Где косить, сейчас скажу. Так что можешь это самое. Так, дайте-ка пойду сено сразу к птенцам занесу. О, у меня там маг вырос, да? Наконец-то. Я, кстати, не уверена, правильно ли я общаюсь с птенцами, но если что, вы мне говорите, если вдруг неправильно. С ним нельзя общаться. Ну, я имею в виду, правильно ли я их кормлю? Нет, я про то, что это... Можно сидеть дома. А-а-а. Знаешь же, не птичий. Желтый, да? А, его не надо поливать, он же уже вырос. Что я туплю. Хорошо, что я его не сорвала. Нет, в зеленом сундуке. А, да, в желтый складываю. О, да, кукурузочка. Мы потом продадим, короче. Так, глина эта у меня на силостную башню отложена. Хорошо, куда идти? Надо Деметрса найти. Так, ну, во-первых, мне нужно взять рейку и пять стажей. Бери. Собираюсь, как рейки. Эй, погоди, какой пять стажей? Пять медных слитков. А, да, пять медных слитков. Ну ладно, найдешь Деметрса, короче, кричи. Хорошо. А я пойду к этому самому. Ну, я сейчас по-любому иду к Робин и посмотрю заодно, нет ли у него там Деметрса. Пойду через парк, он там иногда тусит. Только мне надо что-то из карманов выложить, а то у меня все заполнено. А кошку погл... А, кошку. А где кошка? Вон, сейчас я кошку поглажу, подождите. А то она кошка неглаженная. Я все время про нее забываю. Лима спрощит леща. Леща? Сейчас я проверю, есть ли у нас лещ. Смотрите, ну, это ему леща. Леща. Кресток не забудьте. Если есть два, то два, он взглядит. Нет у нас леща, расслабься. Лещей нема. Вебка, нет, не слышали, да. Вебка, микрофон, это курицы тут. Какие вебки. Значит, давайте через парк. Он Деметрс иногда тут в парке тусит. У нас тут еще любитель природы. Нет, сегодня он тут не тусит. Значит, идем поищем его дома. Не, я, конечно, могу посмотреть приложение, но мне и так, и так гробен, чтобы поставить силушную башню. Поэтому мне в любом случае туда. Чтобы эту сено запасать. Я птенцов, если что, специально не выпустила. Потому что сейчас куплю дерево, поставлю забор. Нормальный. Не с калитками, но не из задних калиток. Деметрс тут на кухне. Дайте-ка я ему сразу задарю клубнику. Ты помнишь про мой день рождения? Это так здорово. Да, не за что. Так. Построить здание для фермы. Нам нужна... Так. Какую сторону тут мотать? Назад. Силостная башня. Вот. Силостная башня. Ну, короче, у меня вроде все это есть. Поэтому давайте мы выберем построить. И так и быть, я построю ее не между домом Криса и курятником, а рядом с курятником. Не обязательно строить рядом. Вообще не обязательно. Это чисто моя прихоть. Поэтому можно в любом месте строить по ходу фермы. Завтра с утра буду делать. Вот. И можно мне, пожалуйста, дерево? Там один забор. Это два дерева. Ну, сотенки мне, наверное, хватит. Я думаю. Даже, может, меньше надо. Там же еще калитки будут. 35. Ладно, давайте доставить. Ну, чёрт. Ну, то бишь, девяносто 8. Простое окно. Красное кресло. Смотрите, какая классная. Деревянная лампа. 500 комнатное растение. Календарь. Лещ водится в ночном узелке. А в какой реке? Или в океане? Не знаю, зай. Ты тоже можешь... Я могу паузу поставить. Хочешь, поставлю паузу? Можете, я вся ловичка будет. Как вы думаете, деревянные фонари надо нам ставить, нет? Железные. Ну, заблокировали человека. Ладно, пойдемте это саму... Забор делать. Всем пока. Да, пока. До следующих стримов. Спокойной ночи. Где после 6 вечера? Понятно. Ну, тогда оставить в городе. Я возьму на всякий случай этот квест. Ау, ты, пап... Ну, если я тебя поймаю 2. Поймуешь 2, да... Будет как с редиской. Ну, в смысле, завтра квест не будет доступен. Что, рассказывайте, как у вас там еще дела? Кто еще работает или не работает? Мне больше интересно те, которые не работают. Вам как? Вам просто сказали... Ну, на следующей неделе я имею в виду. Что вас просто отпускают не работать? Котя, ты что прыгаешь по кустам? Вас просто отпустили не работать или что? Как это вообще? Происходит. Деревятый забор. Так, давайте-ка начнем с 30-очки. А там посмотрим. Значит... Ну, просто реально. Не чисто. Интересно. Тут будет калитка, да, наверное? Майнкрафт! Это я, чтобы цыплят выпускать, чтобы они не жрали посевы. Говорят, прецеденты бывают. Сама точно не знаю, поскольку я, естественно, не играла. Кстати, мы наиграли практически столько же время, как у меня было на тестовом стриме, но мы прошли гораздо дальше. Потому что мы играем вдвоем. Так, вы понимаете, вдвоем быстрее и проще. О, у нас тут. Так, и сколько мне еще надо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три котов. Дофига надо, короче. Еще второго. Я пока тут забор строю. Кому я, если что-ли, щату должен подарить? Линуксу. Линукса? Линусу! Линусу? А где Линус в это время? Парри или... Линус же это бомж. Хорошо, я, пожалуй, тогда лучше подарю завтра. Да он в палатке своей, скорее всего. Я лучше порыбачу. Да, понятно, да. Кстати, деревянный забор будет со временем изнашиваться, поэтому это дело на самом деле такое. У нас еще осталось целых 13 калиток. Все? Птенцы тут бегать не смогут, да, я так понимаю? А, вот сейчас с той стороны надо, вот тут еще. Так, еще вот здесь надо поставить пару палок. Так, раз, два. Мы огораживаем наш огород от всякой... Ой, это калитки же. Господи, пожалуйста. Тебе, может, реально калитку поставить сюда тоже? Так. Все, никто не пройдет, только если утки переплывут. Ну, отлично, два еще. Тут, наверное, проще еще один сундук потом поставить. Приказ по предприятию выпустили, что с понедельника на неделю никого через проходную не пропускать, кроме людей из подготовленных перед выходными списков или тех, кого срочно надо впустить по указанию начальства. А зарплата вам будет начисляться, как обычно, то есть вы просто не выходите, но деньги вам будут капать при этом, как всегда, да? Я правильно понимаю? Сказали, просто нельзя... Просто неделя выходных с сохранением... Ага, вот с сохранением зарплат. Ну, главное, что денежку сохраняют, да. Главное, маски не носить. Главное, маски не носить, да. Да. Я в частной конторе работаю, рекламное агентство, наружная реклама, печатник, плоттер широкоформатный. Заказы принимаем по телефону, почте и т.д. Сказали, если что-то будет важное, то мне сообщают, что я вышел, напечатал. А, ну так тоже неплохо, да. Вот я, кстати, хотела на следующей неделе поехать... Ну, я еще... В начале этой недели хотела на следующей поехать заказать значков и стикеров. В первый раз, тем более, я хотела брать себе выходные. Вот. Но только теперь я так думаю, что смысла, наверное, ехать нету, потому что, наверное, они не работают. Ну, все, я не могу поливать. Ну, хорошо, я все полью. Давай, я тебе сразу рыбу дам. Давай. Не, подожди, я сначала телевизор посмотрю. А то как там, коронавируса, мы не в курсе. Завтра прекрасный солнечный день. Духи сегодня очень рады. Президент же сказал, что сохранением заработанных платов... Ну, я понимаю, что президент сказал, но мне вот сегодня народ жаловался, что я хотела тебя поблагодарить за интерес к моей работе. Вот тебе один из моих любимых рецептов. Жареные грибы. Спасибо, Демитрус. Короче, мне сегодня жаловались, что не все хотят отпускать работников. Ну, частники. ГОС, понятно, у них как бы без вариантов. А вот частники некоторые отпускают, а некоторые не отпускают. Типа, вы, конечно, можете не идти, но зарплату вам никто не выплатит. Я собираю данные о связи между целостностью почвы и уровнем фруктозы. Врач говорит, да, если ее занесешь, мне ее буду очень рада. Нужна свежая дыня с твоей фермы. Давайте занесем ему дыню. Заткись. Да. Дай мне леща. Давай мне леща. Короче, Демитрусу надо тыква. Короче, я продам это, да? Да, продавай. Я поливаю. Ты продавай. И цыплят надо вып... Дай-ка сразу цыплята выпущу, пока я про них помню. Я пошел продавать их. Ой, Робин это уже тут строит. Хоть и все, пожрали все. Видишь, за день все съели. Так, что у нас там? Демитрус складывать, да? Да, пока сложи, потом, если что, продадим. Так, птенчики гулять. О, смотрите, побежали, побежали. А тебе не милахи. Джейк Флейс, привет, 100 лет, 100 зим. Как у тебя рассказывает жизнь, как вирус проходит? Дома сидите, я надеюсь, чтобы не заразиться. Ты же у нас из Подмосковья, да? У вас там особо напряженная ситуация. У нас тут в регионах еще полегче. Так, дайте-ка я закрою. Буду поливать спокойно. Пускай там птенцы бегают. Ты тоже будешь какие-то инструменты отгрейдить, деньги есть. Нам сейчас надо будет засаживать в осень. Давай осень засадим, а потом решим, на что деньги останутся. Потому что я в осень... Ну, может, два. Да, я в осень хочу купить саженцы на весну. Персик, абрикос. Поэтому, короче, деньги пока не тратим. Ты хочешь лишневый сад сделать? Ну, хотя бы... Ну, я понимаю, что сад у меня клубничный, но хотя бы по одному дереву я хочу посадить. Одну вишню, одну персик хочу посадить. Или абрикос, кто он там? Я абрикос на юге рос. Вот за все. Ой, смотрите, они там бегают и жируют травы. Слушай, травы реально стало меньше. Они реально едят. Прикольно. Так, хмель мы потом будем пиво сварить. Только складываем в бочку. Так, это у нас... Соспело. Хорошо, сейчас я дополиваю, все, подойду. Там все равно целый день торчать будет. Зарплаты сохранили, из-за чего начали жаловаться люди 65+, у кого насильно отправили на больничный, так как они выходят, денег будут меньше получать. А, их до этого отправили насильно на больничный, да? То есть, их сначала до приказа... Ну, в смысле, на прошлой неделе, да, допустим, отправили насильно на больничный, чтобы они, в принципе, не выходили никуда. А вас теперь, более молодых, значит, вам выходные дали. На западе все сидят боятся. Кто ж знал. Короче, около 4000 нам черники принесло. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Мы черничные бароны. Всё, мы же не рыбачили больше? Не поблиц? Не, можешь порыбачить. Так, все, я все полила. Фух. А, не, и все? Низу тоже? Да, все, я все полила. Какой я молодец. Теперь я несу Линуксу эту рыбу. И потом Диметрусу. Тыку, тыку. Дыню. На этом, да. Привет. Да, дома сидим. У нас тут довольно жестко. Сидим по домам. Все-все закрыли, кроме магазинов и аптек. То, что нужно в аптеках, уже разобрали. Короче, весело. Сейчас, все говорят, запретят пользоваться транспортом. Вот и так, кстати, я слышала, что следующий пункт, это будут запрещать транспортом пользоваться. Мимо долины Стардю проходит поезд. Так, не, во-первых, наверх надо. Сурово, держитесь. У меня в центре СМ. Хорошо. Их отправили на больничный с 28-го числа. И 26-го же числа президент объявил нерабочие дни с 30-го. Слушай, обидно, реально. А там, знаете, между больничным и выходными днями там очень большая разница. Ну, в смысле, я вот как работала, да, там реально очень огромная разница между тем, что ты выходишь на больничный или тем, что ты просто сидишь дома в отпуске. Ой. Доставка. Ой, что-то по поводу моего объявления. Спасибо большое, вот, вознаграждение. Спасибо, Крису говорить надо. Я просто принес. Мопед не мой, я просто разместила объяву. Я сейчас только на улицу ухожу с собакой погуляться до магазина так дома. Ну, это правильно. Я вот, ну, за исключением, я еще хожу на почту. Потому что, ну, как бы, заказы отправлять надо. Так, вот. Где у нас сегодня Димитрис? Дома его нет? Может, он в парке? Или где-то ходит. Вот. Так я тоже стараюсь дальше ближайших продуктовых никуда не идти. Так. Ну, что, да, вот он стоит. Чувак, на тебе тыкну. Превосходно то, что нужно для моего исследования. Будет очень сложно ее не съесть. Спасибо огромное. Так. И нам дали деньги. И нам дали деньги. Какие мы молодцы. Пойду-ка. А, Пьер уже, наверное, не работает. Работает саженцы купить хочу сразу. Хотя у нас, в принципе, еще 8 дней. До весенних посадок. Но саженцы можно купить и сразу, если они у него есть. Добро пожаловать. Добре. Можно мне, пожалуйста, саженец вишни и саженец абрикоса? Это весенние, которые деревья, два. Пойду, сложу в сундук. Короче, Дим, саженцы два я купила. Нам еще нужны будут деньги на посадку. Но, в принципе, ты еще что-нибудь одно точно можешь проапгрейдить, наверное. Правда, если достали апгрейдить, там, наверное, будет сколько? Мне еще... А, ну еще у нас осень, целое сено запастись. Я вот думаю, если апгрейдить достали, там, по-моему, 10 тысяч. Кажется. Ладно. Это мы кладем сюда. Окей, хмель тоже сюда. Это сюда. Сено на зиму. Всевышную башню потом положим. Как бы ок. Винограда пять штук. Что мне тут виноград делают? Вы мне умните. Пойду покажу траву. Котя, привет! Ты к тебе. Ты к Котю. Дети гуляют или домой пришли? Все, вы домой пришли? Бланка. Возраст. Один месяц. Детеныш. Выглядит сегодня особенно счастливо. Ну, короче, они уже, типа, домой пришли. Нифига он выбежал. Так. Ну, им тут кустик. Вот им тут тоже тускай кустик. Сейчас пойду дальше посмотрю. Может, там где-то что-то покосить можно. Интересно, а в лесу трава есть? Которую косить можно или нет? А дом можно будет расширить? Да. Дом можно будет расширить у Робин. А там можно будет расширить дом. Но там что-то дофига. Чтобы расширить дом. Там вообще дорого-дорого. Но мы потом обязательно расширим. Когда расширяешь дом, там добавится кухня. Поэтому мы, конечно же, расширять дом будем. Вот. Но, может быть, после того, как осенние посадки посадим, ну, вложимся в культуры. Вот. А потом уже будем смотреть, если там деньги останутся. То, соответственно, можно будет что-то уже расширять. Там первое расширение дома это кухня. Можно будет готовить. Ты же сейчас подарила? Да. Ты еще там поймал. Сейчас еще проблема с самолетами. Мой друг завтра влетает в другой город, чтобы потом оттуда получилось улететь, так как из Москвы это сделать нереально. А ему очень надо куда-то лететь. Может, не стоит. И он в какую-то другую страну возвращается. Или наоборот, куда-то по работе, там, учебе собрался. Мне кажется, сейчас такая ситуация. Я бы вот, если уехать, лететь, точнее, в другую страну, я бы не рискнула, честно. Или даже в другой город. Я бы хотел на Олимпийские игры поехать, признаюсь. Потому что, понимаете, проблема в том, что ты можешь улететь или уехать, а потом фиг вернешься. Потому что могут ввести какие-нибудь вообще заградительные меры. И вообще пускать не будут. Границы все перекроют совсем намертво. И как бы все. Ну, то есть, у нас уже часть границ перекрыта. Вот. Короче, есть шанс застрять в чужой стране. Ну, как бы с ограниченными деньгами. И, в общем, что-то... Я бы не рисковала сейчас куда-то лететь или ехать. Серьезно. Тут хотя бы дома. Хотя бы там родственники какие-то рядом. Ну, только если он не возвращается, конечно же, наоборот, к родственнику. Тоже, может быть, и такая ситуация, что он, наоборот, хочет вернуться куда надо. Чтобы расширить дом, надо разориться. Ну, не совсем разориться. Ну, да, там дорого. Думаться домой заразиться. Да, тут ситуация такая, что у его сестры планируется свадьба, и им нужно в Новосибирск попасть. Поэтому такая ситуация. Ну, если к сестре, то хотя бы с сестрой там останется. Если обратно не улетит, будет жить у сестры с мужем. Все. Скажет, я к вам прилетел гостем, но домой не могу, поэтому я остаюсь у вас. Потому что между российскими городами тоже же хотят перекрыть сообщение. Короче, будет... жить. А что сено не падает вообще? Я думаю, а вот с этих кустов должно сено падать. Что оно вообще не падает. Может, я неправильно делаю? Слушайте, кто играет? Можете мне написать? Вот с этого же должно сено падать или нет? То есть, я пока тогда не буду скашивать, пускай птички лучше едят. Что-то я тупенький. Ты косишь? Кошу, да. Вот, косой кошу. Никак там в этом самом? Никак. Не выпадает сено. Оно должно не выпадать, оно должно появляться в этой башне. нет. Ага. Ну, башни-то еще нету. А зачем ты косишь, что башни нету? А-а-а. Ну, так работает. Ты башню-то строишь для того, чтобы косить. Ты что? Все. Я чуть-чуть скосила, я не все косила. А потом она должна работать еще до постройки, что ли? Ну, я думала там... Ну, ладно. Ну, смысл... А, окей. Ну, я же не знала, как это работает. Успокойся. Ну, как работает? Ты это... Начинаешь строить дом и сразу он работает, да? Как в реальной жизни, да? Может, свадьбу позже отпраздновать. Кстати, в Америке многие свадьбы с лета переносят на осень. На осенью. Тоже думала о том, что какая свадьба в такой ситуации, но я же за них не решаю. У нас, кстати, тоже свадьбу тут не отменяют, в основном. Только вчера видела, как народ бокалы всякие какие-то покупал, еще что-то. То есть... Духи в добром расположении духа. Завтра солнечные ясны. Они хотят моей смерти. Королева соуса. Сушироллы. Вы научились готовить сушироллы. Прикиньте. Мы умеем готовить сушироллы. О, теперь у нас цветочный мед. То у нас был просто мед, а теперь у нас цвет... Ой, у меня курочки выросли. Смотрите, какие няши. Они прям выходят и идут жрать седро и посевы. Как тебя зовут? Пашка. Пашка у нас пахан коричневый, а все остальные беленькие. Бланка. И Паша. Короче, это у нас Пашка, да? Да. Короче, Пашка темненький, и все остальные, ну как, смотрите, пошли жрать. Себастьян желает приобрести медный стык. А, сейчас проверю. По-моему, еще есть. По-моему, не будет. Да, еще девять штук. Ну, притащи на пляж парочку, я пока заберу свою лейку. А он на Себастья... На пляже сейчас? Я без понятия из-за лейки пошел. А еще рано, да, поливать огород кто будет. А тебе написали, что лейка готова? Да, Саша, я не могу без лейки поливать все огороды. Хорошо. Блин, там открыто через час только. Интересно, успеет еще раз черника вырасти до конца лета? А, добрый день, да. У нас тут куры выросли. А, так, а что с яйцами делать? Майонезный автомат делать, да? Чтобы он майонезился, да? Наверное. Ну что, мы пока больше ничего не улучшаем? Ну, я говорю, ты что-то одно можешь улучшить. Что-то одно. Что-то одно. Так. Ну, эти курочки такие нявки. Прям все, счастье неописуемое. Курочки выросли. Сейчас посмотрю, что там. А могу ли я уже делать майонезный автомат и что для него надо? А получается, один майонезный автомат на одно яйцо, да? То есть, мне надо сделать четыре мы... Ну, вот тебе неполитый кусочек тут остался. Да, я здесь не полью. Полью. А, уже все польте? Да. Возьми сам себе медный слиток тогда. Я не знаю, чем он отличается. Возможно, он стал блестительным. Слышь, медный слиток тогда сам возьми. О, башня построилась. Сено 0,24. И теперь, когда я буду косить, оно, типа, там будет складироваться. Ну, подойди-ка я косню что-нибудь. О, кура ходит. Ну что, мне кирку улучшить. О, да. Все, я поняла. Да, можешь улучшить кирку, а тут сколько всякой фигни. Все, я поняла. Ну, туда пускай на выпасе, а на зиму сено им тогда будет. Кудах-тах-тах. Кудах-тах-тах. Ну что, ты с сеном разобралась? Да, все, вот, теперь складируется. Телепортируется. Прямо летает на склад? Да. Прямо косю, а оно прям на склад. Телепортируется, удобно. Да. Ну, все-таки, пришлось подождать, пока я его доделываю. Это жуде. Ну, блин, я не думала, что надо будет, в смысле, что она будет телепортироваться в какие-то новые технологии. Ну, все, через пару дней ее избавлю. Так, ладно, тут я пока оставлю. в саду. В саду камни. Где она, Себастьяна? Где-нибудь на пляже? Себастьяна, который дома постоянно сидит. Слушай, ну, хочешь, поставлю паузу, посмотрю. Какой сегодня день? Мне кажется, Сэн как Себ... А, это Сэн, наверное. Да, это Сэн. А кто Себастьяна? Я паузу поставила. Нет, у тебя не поставилась пауза? Да, поставила. Сейчас посмотрю. 21 день. Так, 21 день. Как выглядит Себастьян? Эмма, мальчик. Эмма, мальчик. Себастьян, Себастьян. Так, расписание дождя нет. Он в правом доме где он живет? Он живет наверху с Робин. И он сидит целый день в комнате. И не пускает туда никого. В 3 часа он будет на кухне, потом в комнате. И в 6.30 он идет в горы. Что бы это ни значило. Короче, если до 3 часов мы успеем добежать к его дому, то есть шанс поймать его на кухне. Сейчас попробую добежать до него. Тоже поиграть захотелось. Ну, да. Игра затягивающая, сразу говорю. Что они сделают? Город максимум изолируют. Вот все так думают, что дома в деревне безопаснее. Сейчас я сочетаю. Подождите, я попробую добежать все-таки. Ах, не успею. А хотя нет, подождите, он наоборот в 3 на кухне, а потом в 5, так что будет нормально. Сейчас я чатик зачитаю. Загород говорили, что лучше не ехать, потому что если вам там, вас там прижмет с загородом, вам там никто медицинскую помощь не окажет в этом плане. То есть, если вас прижмет в городе, вы можете вызвать скорую, а если вас прижмет где-то в деревне у бабушки, то, как бы, сами понимаете. Но если в деревне узнают, что вы болеете, возможно, у вас прижмет кто-нибудь из деревенцев. Нет? А-а-а. Блин, я квест не взяла. Ну, короче, он идет в комнату. Да, он идет в комнату и оттуда он не вылезет теперь до вечера. Блин. Короче, расширение дома знаете, сколько стоит? 10 тысяч. И 450 древесины. А, из построек для фермы, короче, птичник, хлев для свинюшек и животных, коровушек. Что там? Коровушек, да, наверное? 6 тысяч. Колодец. Можно наполнить клейку 1000. Башня силосная построили. Мельница. Можно превращать пшеницу в муку, а свеклу в сахар. 2500. Ага, то есть нам нужна не просто пшеница, а мука. Ткань нужна. Да, он в комнате сидит. Сарай пустое здание, его можно заполнить чем угодно, интерьер можно украсить. 15 штук. Рыбный пруд 5000. Домики по 100 золотых. Стоило 10 тысяч для лошадей. Вольер для слаймов 10 тысяч. Большой птичник 10. Ящик для отправки 250. Но это если в другом месте поставить здание. Он там часов до 6 будет сидеть, наверное, дома. Креста взяла. Мельница звучит полезно. Да, там ткань нужна. А ткань из чего делается, я не знаю. короче. Что они сделают? Максимум город изолируют. Вот все-таки думаю, что дома в деревне безопаснее и сразу растаскивают заразу. Ну да, да, все такие за город. Вот у нас тоже как бы все такое ощущение, что сразу рванули за город сегодня. Вот. Ну я не думаю, что это супер. Пойду вязать овечку. Давай, Мэри. у нас тоже слух пошел про изоляцию городов. Люди сразу такую панику развели. Видать, все на неделе собрались куда-то. Ну, я думаю, просто в человеческой натуре не очень приятно, когда тебя пытаются как-то ограничить там, знаете. Сразу такое, что это меня ограничивают и вот это все. Ты не видишь? Все меня ограничивают. Хочу и заражаются его. Ты не видел, куда он пошел? Направо пошел. В смысле, не спускался с дома, просто пошел. Не спускался, пошел направо. А, вон он. Вот. Поэтому, ну, знаете, мало ли, неприятное все равно ощущение, как... Это, знаете, как это... Пока тебе это не ограничивают, оно тебе и не надо. А как только начали ограничивать, это как дети там с игрушками с теми же. Пока у тебя эту игрушку не отбирают, она тебе не нужна. А как только начали пытаются забрать... Многие начнут говорить, что ой, да мне все равно, я вирусов не боюсь, это не ради вас. Ну, да. Это как бы не ради вас, что ой, я вирусов не боюсь, я не пойду, это ради остальных. Но нас этого не понимают. Или не хотят понимать. 26 из 240. Слушайте, а вот, подождите, нам надо 28 дней зимы 4 кулицы кормить, да? Нам одной силы сной башней-то хватит? Что-то я засомневалась на этот счет. Давайте-ка вот здесь. 4 умножить на 28, сколько это будет? Сейчас, я такой мастер-у-мастер. Калькулятор. 4 птицы на 28 дней это 112. Ну, 112, да. Так, это можно продать, это тоже можно продать, это можно сложить. Нет, ладно, перчик я лучше шейну подарю. Потом. А, вот это мы складываем сюда. Нет. А, нет, все правильно, да, этот сундук. Я хотела волокна сложить. Чё, крыс, пришли спать? Так, мы еще там день поиграем или нет? Сейчас я посмотрю на часы. Спать до утра. Сколько у нас на баюшке бою? Все, нет, не поиграем. Мы с последней день. Дальше мы поиграем через 2 недели, очевидно. Но главное, мы посмотрели, как выросли корочки, они такие ммм. Тоже месяц сижу у родителей. Правильно, сейчас самое безопасное сидеть дома. Мне все равно, даже если город закроют, все равно дома сижу. Главное, магазины и почты рядом, и все. Ну вот я тоже, почта, магазин и как бы все. Ну вот еще в больничку ходила на этой неделе. Я вообще без понятия, что там сейчас в торговых центрах творится и вот это все. Я вот думала съездить. там сознание теряешь в 2 ночи. В 2 ночи. Я думала съездить, заказать вот на следующей неделе, а то у меня заканчивались всякие стикеры со значками. Ночью не под ноль, конечно, но уже там ощутимо. Вот, хотела подзаказать, но... Ммм. Короче, видимо, придется еще на пару недель отложить это дело. А так да. Как никуда не ездила, так не езжу. У меня тоже была проблема. Мама хотела, чтобы я вернулся в Сургут, свой родной город типа безопаснее там, а то по Москве там уже таксик... Танки катаются с БТРами и Росгвардия, но я-то в Подмосковье сижу, никуда не высовываюсь. Да и ехать по этой причине не хочу, а то фиг потом узнаешь, когда вернешься домой. Ну да. Значит, все, игра типа сохранилась, мы типа заканчиваем. Вот. И продолжим в следующий раз, когда там будет, в следующий раз. У нас теперь есть кукурику. Ну, рыбная луна вполне себе будет изобретать. Постоянный доход там сказать. Это то, что я ее это еще... Ну да, не, вот я говорю, что мы с тобой наиграли по времени столько же, сколько у меня было на тестовом сейчас, 12 часов или около того, и мы продвинулись гораздо дальше. И по времени, и по развитию фермы. А еще у меня тут яйцо ввесь с курочками. Вот тут. Никто не видел, но тут курочки. Вот. Паланка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.